Всё, уходи, иди надевай наушники, я не буду такое рассказывать про тебе. Ну, Лис, уйди. Хочу, послушать. Лис, ну послушаешь ролики, мне стыдно. Всё, давай, кыш от седа. Ушлай, ушлай. Меня, наконец-то, больше никто не достает, и я могу вам записать это видео. Вы, наверное, уже понимаете, о чём пойдёт речь. Мне, честно, очень неловко, хотя вроде бы тема должна быть совершенно ловкой. Потому что, если бы эта тема была широко обсуждаема в обществе, я бы не так сильно боялся, не пытал себя такими странными вопросами. Я думаю, что много таких людей, как я, которым было очень страшно и вообще непонятно, и у которых до сих пор, возможно, есть какие-то проблемы из-за этого. И надеюсь, что мой ролик вам в этом поможет. В этом ролике будет мой опыт, как я вообще узнал об этом, как всё происходило, какие у меня были переживания, чувства, эмоции. И, в общем, всё, что с этим, как мне кажется, связано. И перед началом ролика я очень прошу вас подписаться на мой канал, потому что, во-первых, я очень стараюсь, и сейчас вы смотрите его точно не в первый раз, потому что 70% аудитории смотрят регулярно мои видосы, но не подписаны. Я думаю, это надо исправлять. Хотя бы просто проявите чуточку уважения за такую информацию, которую я рассказываю, потому что, на самом деле, мне очень страшно. Начну со своего детства. Знаете, и, наверное, моя семья, как и все подавляющее большинство остальных, там не принято поднимать такие темы. Полового созревания, воспитания, как появляются дети, мне никто это не объяснял. И, конечно же, об этом я мог узнать только от каких-то знакомых или через интернет. И впервые я об этом узнал, где-то мне было лет 10, когда я поехал в Англию. Нас расселяли по комнатам по 5-6 человек. Я жил с мальчиками, которые были старше меня. Они же меня с этим всем и познакомили. Что, на самом деле, отчасти плохо, но зато хоть кто-то мне рассказал, что значит пестик и тычинка. Им было лет 14, и у них был прям какой-то сперматоксикоз, потому что только они об этом и говорили. А от них я узнал, мне кажется, практически все. Что такое порно, какая должна быть писька, вообще, что ими мериться, я узнал. И когда проходит девушка, надо говорить, оу, какая задница. Но это все очень плохо. И это говорили совершенно необразованные люди, которые точно так же узнали об этом всем. С улицы, с интернета, которые сами, на самом деле, они не признавались себе, но они испытывали страх, наверное, мне так кажется. Вселили этот страх по поводу вообще, что это у меня такое между ног. И в меня они вселили этот страх. В это же время, после уже поездки, я, наслушався всей этой информации, закрылся у себя в комнате, открыл порно-сайт, и вообще я попробовал подрочить. Но тогда, знаете, особо дрочить было нечего, мне кажется, потому что мне было лет 10. Писька растет гораздо позже, чтобы вы это знали. И я стал об этом узнавать сам, не говоря об этом с родителями, потому что мне было страшно. Об этом не говорили дома, как я могу об этом говорить в жизни. С каждым годом, мне кажется, начитывался все больше информации об этом, и мне было все более страшно. Потому что, знаете, это такая сакральная тема. Это какой-то волан-де-морт. Все о нем знают, но никто о нем не говорит. Я был из тех типов людей, которые могли потом подумать, что если ты впервые себя подрочишь, то у тебя рука обрастет мехом. Понимаете, мне было настолько страшно, что лет где-то до 15 я сидел на сайтах и искал таблицы, в каком возрасте, сколько сантиметров должен быть член, потому что мне было страшно, что у меня маленький. И это все видели вот те мальчики, которыми мы это обсуждаем. Был этот тренд про 15 сантиметров, мне было лет, я не знаю, сколько-то я, 15. Писька еще могла дальше расти, но мне было уже страшно, что мой не вырастет, и вообще я никому не понравлюсь, и все будут на дно смеяться. Эти чувства со мной проходили рука об руку все время до моего первого самого раза. В моем случае эта проблема усложнилась тем, что весь мой круг общения складывался из девочек, потому что мне было всегда с ними комфортней. И как-то про мужскую часть я не мог узнать. Ну я даже не знаю, скорее плюс это или минус, условно, с теми мальчиками, которыми я жил. Мне кажется, все-таки из-за них была большая ошибка. Девочки совершенно ничего не расскажут там про мужскую часть этого мнения. Сложный вопрос. Конечно, если бы у меня был какой-нибудь адекватный друг мальчика, особенно который с опытом, мне было бы легче в свой первый раз. Мой первый раз. Он у меня случился в 16 лет, что, в принципе, уже возраст позволяющий это делать. Ну, конечно, это можно делать и раньше, но все-таки даже регламентируемым законом это, в принципе, подходящий возраст. 16 лет по обоюдному согласию это можно делать. Я очень хотел раньше, потому что мне было очень интересно и уже было настолько интересно, что я даже был готов опозориться, лишь бы это меня больше не терзало. Я с монтажерской этого ролика и у меня немножко поехали смыслы, я запнулся и сначала пойдут советы и только потом я закончу свой рассказ про первый раз. И что же я могу посоветовать? Из-за того, что может быть слишком интересно, вы можете выбрать не того человека, первого попавшего, с которым у вас будет первый опыт, самый, на мой взгляд, важный, потому что он закладывает в себя очень-очень много последующего вашего отношения к этому, поэтому нельзя выбирать человека на обум, то есть на вписке, будучи пьяным-пьяной, с каким-то рандомным челом, который вы впервые видите, скорее всего, это не лучший вариант. Во-первых, вам страшно, тут вы не знакомы, вы еще в состоянии алкогольного опьянения, конечно, возможно, есть шансы, после которого вы будете говорить, что секс-то не для вас, потому что вы просто его попробовали не с тем человеком. Как подойти к своему первому разу в максимально комфортных условиях? Во-первых, вы должны правильно выбрать партнера, вы должны его уже хорошо знать, знать, что он вам не причинит вред. Конечно, хорошо, если у этого партнера уже есть опыт в этом. Наверное, сложно, когда два человека не понимают, что нужно делать, просто какие-то видели видео, на опыте никогда не пробовали. Конечно, хорошо пробовать с человеком, у которого уже был до вас кто-то. Хорошо бы провериться на половые инфекции и у партнера, и у себя. Это, в принципе, уже нормальная практика. Ну, конечно, еще многие все-таки попаются, но это, в принципе, хорошо, потому что, знаете, тут один раз так сделаешь, и все. И потом на всю жизнь и не вылечишься. Поэтому лучше обидеть человека один раз, но не обидеть свое тело на будущее. Лучше обо всем договориться на берегу. Перед своим первым разом неплохо бы вам было поговорить об этом, чтобы это не было загадкой для вас. Поставить какое-нибудь ограничительное слово, делать все медленно, держать за руку. Я уверен, что ментально это намного более комфортно для экспериментов, и все такое уже лучше дальше. Еще неплохо заняться самообразованием самому. На эту тему появилось шоу подруги, которое для многих, наверное, стало каким-то облегчением в этом плане, потому что они говорили о половой жизни, очень доступно, свободно, как бы реально в кругу своих каких-то друзей, как будто ты это обсудил. Но они очень ответственно к этому подходили, они приглашали разных специалистов, экспертов, спикеров, которые могли в этом помочь. Поэтому в каком-то плане они меня тоже успокоили. Вы знаете, что мы встречаемся с Лизой. Первый раз у нас случился секс через 4 месяца после начала отношений. То есть мы уже довольно хорошо друг друга знали, мы уже попробовали другое и плавно подошли к моему первому разу. У Лизы это был уже не первый раз, потому что у нее до этого были длительные отношения. Лиза поэтому в этом плане стала моим, так сказать, проводником. Мы обсуждали эту тему, мы к ней аккуратно подходили, но все равно я уверен, что у нас были какие-то ошибки, например, в том плане, что все уже шло к моему первому разу. Я стал очень волноваться, Лиза во мне вселила еще больше панику, потому что не начала говорить технически, как это делать, и Лиза это делала очень быстро, объясняла мне все, что мне показалось, что там столько условий, что я совершенно ни с чем не справлюсь. И от того, что я настолько сильно волновался, внимание, одна из самых постыдных историй, у меня одно его волнение не встало. Этого не стоит стыдиться совершенно, когда такое происходит, это ни о чем не говорит, кроме о том, что ваш партнер, скорее всего, очень сильно волнуется, и его нужно только успокоить. Все, одна секунда, и Лиза лишит меня девственности. У меня не встает. Сачка, не вставайка какая-то, у меня получилось, но это правда связано с того, что Лиза у меня вселила панику. Бывает стоит, а бывает не стоит. И я зашел такой, полувялым таким другом, вроде бы, я лишился девственности, наверное, это можно так назвать, но никакого удовольствия и продолжения я не получил. Но на следующее утро очень болел член, прям очень. Оказывается, я потом узнал еще у других своих знакомых, реально, когда ты первый раз входишь, у большинства парней после этого очень болит своя письма, им кажется, что все, они больше ебаться не смогут, потому что у них будет все очень болеть. Я называю вот тот раз, наверное, репетиционным, потому что я все волнение оставил там, где я так потел, у меня руки дрожали, что в следующий раз я просто немножко хряпнул, и у нас все само органически уже к этому подошло. Мы уже все обсудили, мы знали, как все должно было быть. Первый нормальный раз. Мы уже это все заново не обсуждали, поэтому у нас случился и вайп такой романтический, и все-таки я бы скорее называл это первым своим разом, потому что у меня уже тогда все получилось, я уже немножко понял, что это такое, и, конечно, в тот момент моя жизнь отчасти перевернулась, потому что это, честно, другой опыт. Это очень интересно, а еще тем более, когда, знаете, тебя этот вопрос пытал в протяжении такого долгого времени, и очень хотел узнать, что это такое, и как вообще жить дальше, будучи не девственником. Мои впечатления в моем первом разе. Мне очень сильно понравилось, конечно, вот эта первая моя репетиция, мне она не понравилась, но все-таки благодаря ней у меня получился уже потом сразу же хороший раз. Я стал после этого гораздо открыто это обсуждать, жизнь после этого существует. А сейчас я отвечу на вопросы, которые я задавал в своем телеграм-канале, кстати, ссылочка в описании, можете подписываться, там интересно. Теперь вопрос, что больше всего тебя привлекает в сексе, а что наоборот отталкивает? Не знаю, больше всего меня, наверное, привлекает такая тонкая эмоциональная связь, что вы вдвоем, вместе так соединяетесь. Больше меня привлекает именно вайп, не сам процесс даже, как будто бы, а вот само ощущение, типа обстановки. А отталкивает меня, наверное, больше всего только, когда Лиза неохотно соглашается. То есть она, типа, как будто бы, ну ладно, и как будто вот одолжение мне когда делал, мне это больше всего не нравится. Да, мне вообще ничего не хочется, хочется только зарыться под яму какую-нибудь и все. Было ли отвращение к сексу? Кстати, очень хороший вопрос, потому что, да, у меня оно было. И знаете, я вот сейчас думаю об этом, и вот оно у меня сложилось из-за того, что в дростковом периоде, пубертате, я закрывал свою дверь на ключ, пытался когда себе подрочить, каждый шорох или кто-то проходит, мне было безумно страшно, что кто-то это узнает. Кто-то из моих родных меня об этом спросит. Мне это было очень-очень страшно. А это все, наверное, из-за того, что дома об этом совершенно не говорили. Все страхи у нас только из-за неизвестности в основном, мне кажется. Само-то отвращение это из-за того, что мне страшно, что меня как будто спалит. И каждый раз, когда я заканчивал, я просто быстрее-быстрее, этого не было, этого не было. Вкладки убирать, вдруг там кто телефон мой возьмет. И только из-за этого у меня, наверное, сложилось отвращение. Но я считаю это ненормальным. Вот поэтому я и снимаю этот видос, чтобы вам как-то рассказать, что это все нормально. Как часто этим занимаешься? Я думаю, что нет какого-то расписания, типа вторником в 3 часа дня и в обед в воскресенье. Нет, такого нет. Это все от случая к случаю. Бывает, что там неделями нет, а бывает, что несколько раз за день. Это все зависит от случая. Хочется, не хочется. Бывает же такое. Я вот иногда бываю семечки ем просто 7 дней подряд, а потом меня месяц от них тошнит. И поэтому здесь какое-то расписание. Ну, у кого как? У меня нет такого. Как относишься к Менету и Куне? Совершенно нормально. Мне не противит ни одно, ни другое. И Лиз вроде тоже. Мне лично нравится. Своим первым разом. Я так понимаю, брился ли я? Да! Я не только брился. Мне кажется, я в ванной провел часов 5. Вот я об этом не сказал. Хорошо, что вопрос забит такой. Потому что я пытался подготовиться максимально. Наверное, это присуще всем, но все-таки это еще связано, наверное, с страхом своего первого раза. Что ты не понравишься. Что твое тело как-то... Что твое тело не будет принято. Это все из-за этого ты волнуешься, переживаешь. Страха этого. Мы всем этим занимаемся. Дальше нет. Это совершенно нормально. Это ты даже совершенно не чувствуешь. Когда узнали родители. Как такового, наверное, разговора у нас не было, что я их позвал в ресторан и сказал, я больше не мальчик. Я думаю, они уже сами все прекрасно понимают. Мы живем с Лизой. Вот именно живем уже почти год. Вот будет через месяц, через два. Но они, опять же, со мной об этом не говорят. Что тоже, ну, на самом деле плохо. Я бы хотел, чтобы они меня спросили, а я спросил их. Какими презервативами пользуешься? Фирмой почему? Так же к советам. К советам, которые я говорил в начале, хочется сказать. Ребят, пожалуйста, давайте будем использовать контрацепцию. А особенно с людьми, которыми вы не знаете. Потому что, мало ли там что. Даже, возможно, справка вам это не поможет. Чтобы не заразиться, не зарядить другого. Очень важно использовать контрацепцию. Вот многие девочки, их мальчики такие абьюзивные, и они говорят. Ну, мне совершенно не то с презервативом. Вы просто должны говорить нет. Как бы вам не было трудно, надо ставить эти границы. Я не специалист, но гормональные таблетки, типа, это не очень хорошо. А особенно, когда их по какому-то знакомству берут, не посещая гинеколога. Такого вообще не должно быть. Нужно, правда, как-то обращаться к специалистам. И это совершенно не стыдно. Понимаете, типа, это их работа. Они видят и писик этих 200 за день. Они вас не запомнят. И вообще, врачи сами себя называют бесполными существами. Им совершенно безинтересно это. Поэтому не надо бояться к ним идти. Они вас все равно не запомнят. Нет такого вопроса. Ну, ходил ли я в секс-шоп? Да, я ходил. И это было тоже очень страшно. Наверное, даже более страшно, чем первый раз. Также не забываем, что этот продавец в секс-шопе видит таких же людей каждый день. Вы ему запомните только больше, если вы будете волноваться. Нет, не только дома. Лиз говорил, что ты один раз уснул прямо при сексе. Правда ли это? Или как это произошло? Да, это было. Это ужасно. Но это было. И мне очень стыдно за это. Вот прям очень. Я, видимо, очень сильно устал. Конфузов не избежать. И знаете, надо быть еще готовым, чтобы вы услышите какой-нибудь другой звук. Вот обязательно никогда не смейтесь над партнером. Потому что, если бы надо мной посмеялись как-нибудь, мне было бы очень страшно после этого. Поэтому лучше об этом сказать после. В момент полного эмоционального напряжения такого делать не надо. Было ли стеснение своего тела при первом разе? Да, я же об этом говорил, что вот, у меня была куча страхов. И, конечно же, по поводу своего внешнего вида это, конечно, другой страх. Но он все-таки немножко переносится, когда ты тет-а-тет с человеком. Не знаю, сейчас мне совершенно пофиг. Я и дома хожу постоянно к лу. Вот такой вот вам сайтик. Мы живем на втором этаже, мне кажется, пара наших местных бомжей меня в виде абсолютно в стиле ню. Есть ли какие-нибудь советы для избежания стыда во время секса? Я уже об этом говорил и хочу еще раз вам сказать. Обязательно говорите со своим партнером. Выбирайте проверенного человека для первого раза. Используйте контрацепцию. Посмотрите какое-нибудь шоу под рук. Поговорите с человеком, у которого уже был опыт, чтобы он вас немного в этом плане успокоил, что жизнь после этого существует. И самое главное не молчать. Не соглашаться на какие-нибудь авантюры для первого раза. Потому что, как сказать, пробовать. Мы уже воспитаны в таком обществе, где это немножко... Конечно, это с каждым годом становится все лучше и лучше, об этом говорят. Но все-таки те, которые вот сейчас будут это непосредственно делать, нам не избежать стыда. Всем было. В этом видео, наверное, подойдет к концу. Я, конечно, не эксперт, не специалист. Я просто с вами поделился опытом, который вы можете взять или не взять. И я открываю дискуссию под своими комментариями. Рассказывайте про свой первый раз, как вообще ваши переживания, эмоции, какие-нибудь советы, возможно. Это будет очень интересно почитать. А я надеюсь, что вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал, потому что, ну, я снял такое очень откровенное видео. И, в принципе, я считаю, что я внес некий вклад в сексуальное просвещение нашего общества теперь. И никогда ничего не бойтесь. Вперед, вперед, вперед. Мама, я не могу остановиться. Вперед, вперед, вперед!